Один из методов машинного обучения это использование нейронных сетей. Нейронные сети достаточно простые конструкции. Давайте мы просто технически посмотрим как их использовать. В Julia есть несколько пакетов. На Julia написан пакет Flux. Простой и достаточно мощный пакет, а мы его и будем использовать. Импортируем пакет Flux. Тут мы подгружаем определенный набор функций. Мы видим что не полностью скажем Flux подгружаем, а конкретные функции его. Можно и полностью. Мнист это набор изображений, рукописных цифр. Вот мы взяли произвольно. Скажем мы могли бы взять какое-то другое. Тут разные. Не по порядку идут просто набор. Каждое изображение это массив. Массив из изображения. Естественно, как мы уже обсуждали, работа по анализу данных включает в себя и подготовку данных. В данном случае мы картинку естественно обрабатывать не можем. Мы должны что-то преобразовать. Например, плавающую запятую float. Массив большой. Сейчас подождем. Мы получили из нашего массива массив чисел с плавающей запятой. Ну и конкретно вот наше число посмотрим. Ну вот да, вот наша картинка в такую вот превратилась штуку. Создадим для целей обучения один большой массив. Все вместе соберем. Значит мы получим в принципе тип вектор. Вот наш одномерный массив. Это массив на каждый элемент. И собрав все вместе получим 60 тысяч элементов. Вот достаточно крупный массив. Кроме того, что мы из картинок сделали числа, нам бы теперь понять, как обратно возвращаться. И в принципе мы можем преобразовать каждый массив, состоящий из чисел с плавающей запятой, в массив с картинкой, превратить в картинку ее. Значит у нас понятно, что он 784 это квадрат 28, соответственно двумерный массив выглядит как массив 28 на 28. Для работы с изображениями мы можем использовать ImageMagic и Images. Загрузим эти пакеты и преобразуем наш массив в массив, собственно в картинку. Так что мы получим. Да, вот мы получили явно то же самое. Пока значит по-разному, но вот картинка 4, вот то же самое получается. Кроме того, чтобы обучать по данным, их надо разметить. То есть какой ответ они дают. Тут за нас уже разметили. На них лейбл повешены. Давайте посмотрим. Третье лейбл 4. Ну вот мы как раз третье тескнули и вот четверочку вытащили. Третье лейбл 4. И мы по этим лейблам можно... По этим лейблам можем обучать нашу модель. Для удобства перегоним в OneHotEncode кодировку. В чем смысл? Вот наши 6000 цифр. И тут у нас номером в столбце записано число. Собственно, какая цифра? От 0 до 9. Вот у нас третье. У нас получается 0, 1, 2, 3, 4. 4. Вот наш 4 и обозначается. А дальше дело техники. Строим нужную сеть. Функцию потерь. Функцию точности определяем. Ну, то что нужно. Вот функция оптимизации. Градиент наш. Задаем. Функцию оценки делаем. И, собственно, дальше идет обучение. Запустили обучение. Нажимаю паузу. Потому что обучение, я думаю, минут 10 займет. И не столь быстрая машина, как хотелось бы. Вот, наконец, он натренировался. Прошло некоторое время. Ну, это я нечаянно опять запустил тренировку. Тренировка прошла. Тренировка была только на центральном процессоре. Конечно, на видеокартах быстрее. Но, то есть, то есть. Итак, возьмем произвольный рисунок, имидж. Вот я вот так случайным образом ткнул. Шестерка будет. Давайте мы. Начнем. Значит. Мы получили 6, потому что от 0 считается. Мы единицу вычитаем. Преобразуем. Получили вот действительно 6. Тут 6. Так. Так. Статистику мы подключили. Так. Так. так вот посчитали аккуратность на тренировке и на тесте в принципе тут мы можем как бы мы тут использовали меня вытащили четверка это у нас третий был давайте попробуем ну вот таким образом мы сделали простейшую сеть и перцептрон натренировали его и посмотрели как он распознает цифры